Всем привет, вы на канале Суперкит. В этом видео хочу помочь разобраться в многообразии разъемов современных SSD. Такое впечатление, что зачастую придуманных от балды, ибо в них никакой логики нет и быть не может. Но зато все это очень круто забивает людям мозг и разобраться в этих тонкостях бывает крайне сложно. Даже тем людям, которые твердотельный накопитель называют SSD, а не SDD. Давайте по порядку. Конечно можно начать с разъема IDE, но поскольку массовые SSD появились когда IDE уже умер и такие SSD выпускают, да, но делают это больше исходя из небольших оставшихся потребностей в таком стандарте. Однако есть и разъемы, которые были сгенерированы самими твердотельными накопителями. Отмечу, что IDE у оптических приводов от ноута, у хардов от ноута и у хардов и оптических приводов от ПК имеет разные формы и размер. Зачем? Не спрашивайте меня, я думаю это заговор. Тем не менее начнем с разъема, который уже лет 15 доступен на материнских платах. Причем сначала он требовал отдельной доустановки драйвера с дискеты, так как винчестер с таким интерфейсом не давал просто так на себя поставить операционную систему, а устанавливаемая ОС своего драйвера не имела. Такой стандарт прошел несколько ступеней в своем развитии, скоростных возможностях, но что самое главное не утратил обратной совместимости с более ранними версиями. Как вы поняли речь идет о старом, добром, понятном и очевидном разъеме SATA. Все представляют как он выглядит. SATA 1, SATA 2 и SATA 3 друг от друга только на вид отличить невозможно. Практически любой винчестер и подавляющее большинство SSD имеют именно такой интерфейс подключения. Однако и в нем есть свои приколы. Например, CD или DVD привод от ноутбука имеет усеченный разъем по питанию, так как не нуждается в 12 вольтовой линии, как будто это кому-то мешало и нельзя было просто оставить без приколов обычный SATA разъем. Но нет, нужно было сделать людям неудобства и чтобы они не смогли так просто использовать ноутбучный привод, придумали такой прикол. А вот люди зачем-то, а скорее всего от непонимания называют такой разъем SATA либо мини, либо микро, типа он же меньше по размеру, что есть абсолютно неверно. Так как есть и мини и микро SATA и они совсем другие. На деле же он называется slimline. Хоть объяснение этому состоит в том, что это нужно для малогабаритных устройств, но как я уже высказывал свою идею ранее, ничего кроме заговора в этом нет. Инфа 100%. Хорошо хоть ноутбучные и компьютерные винты не затронули. А чё, можно было бы. Там ведь тоже можно было сослаться на малые габариты. Однако осознав ошибку, что винты для ноутов и компов имеют одинаковый разъем, ребятки стали суетиться и после бурных выходных все-таки придумали очередное недоразумение, обозвав его микро SATA. Вот такое микро, которое практически не отличается от не микро. Думаете, есть какая-то причина, кроме той, чтобы обозначить отдельно владельцев недешевых ноутов, где ставили уменьшенный в размерах винт 1.8 дюйма, в которых это чудо использовалось, чтобы взвинтить им цены и заставить их покупать такое по необходимости. Однако время не стоит на месте и люди все время гонятся за толщиной, а точнее ее отсутствием. И с появлением SSD накопителей стали задумываться о том, а почему бы не использовать твердотельный диск без корпуса, ведь это позволит миновать габаритные рамки, в которые производителей так называемых ультрабуков, типа очень тонких ноутбуков, вписывали классические винчестеры. Ведь винты минимум 7 миллиметров толщиной, а то и 9.5, а это значит, что нужно выделить место минимум под эти 7 миллиметров толщины, что для ультрабукоделателей кажется критичным. Такая идея заставила появиться SSD без корпуса и появился интерфейс МСАТА, он же мини-САТА. И как видите, мало что имеет общего с SATA и естественно со слимлайном, который, как я и говорил, зачастую называют неправильно. МСАТА SSD бывает либо 50 миллиметров, либо 30 миллиметров в длину, 30 миллиметров в ширину и всего 3 миллиметра в толщину. Имеет 8 контактов по одну сторону от разделителя и 18 контактов по другую. Естественно стал звездой ультрабуков. Разъем МСАТА похож на интерфейс PCI Express миникарт. Они электрически совместимы, но требуют переключения некоторых сигналов на соответствующий контроллер. Короче, работать не будет ни в своем разъеме. Однако производителям все мало и нужно было, чтобы при выходе новых устройств свой старый МСАТА SSD вы уже не могли поставить в новый ноут, а в старый ноут не могли докупить больше емкости МСАТА. Настала пора выдумать новый интерфейс. Самый сумасводящий М2. Назвав его NGFF, что есть Next Generation Form Factor. Форм-фактор следующего поколения. Его просто сузили и удлинили. Удлинили правда лишь относительно, он бывает по длине 5 разных размеров 30, 42, 60, 80 и 110 миллиметров. Однако похоже, что 110 миллиметров умер при рождении, да и 30 и 60 я не встречал, а самые популярные это 42 и особенно 80 миллиметров. Размеры такого SSD так и называют по ширине и длине, то есть 22,42 либо 22,80. Как поясняется, изменение размеров по сравнению с МСАТА вызвано, чтобы эффективнее использовать площадь платы SSD для расположения на нем чипов памяти, что, внимание, приведет к увеличению емкости таких SSD. Но вот незадача, если вы погуглите МСАТА и М2 NGFF SSD, то увидите, что в продаже абсолютно одинаковые емкости. То есть интерфейс придумали, чтобы увеличить емкость, а она не увеличилась. Не-не, вы не подумайте, я не веду к всеобщему заговору, просто оно так и есть. Все также с течением времени, когда появились чипы памяти, имевшие скорость работы большую, чем пропускная способность SATA, появились SSD накопители, которые подключались к PCI-Express, пропускная способность которого заметно выше SATA. Бывают также подвиды этого AHC и NVMe. Аппаратно они одинаковые. Разница лишь в наборах команд, что ведет к разной производительности. Форму, размеры и название всему этому дали М2. Почему именно М2? Неужели нельзя было это назвать М3, чтобы сразу внести ясность? А так, и NGFF это М2, и PCI-Express это М2. Может производители хотели, чтобы покупатели покупали их диски первый раз ошибочно? В общем, тоже М2. Но чтобы не то и не туда не совали, придумали так называемые ключи. Так, изначально у NGFF, для понятности тот, что медленней, использовался ключ B, а у PCI-Express ключ M. Ключ это не что иное, как перемычка на контактной площадке, которая по аналогии с памятью DDR находится в разном месте. Правда в DDR разное количество контактов, но это уже совсем другая история. Ключи B и M находятся на приблизительно одинаковых расстояниях, но с разных сторон. И если считать в контактах, то для ключа B соответствует 6 с одной стороны SSD и 5 с другой, а для ключа M соответствует 4 с одной стороны и 5 с другой. Стороны я имею ввиду не лево и право, а лицевая сторона SSD и оборотная. Однако бывают накопители с обоими ключами. Для чего и как различить, какой реально нужен? Ответ на первый вопрос, как по мне, кроется в том, что на платах, на которых распаян разъем с одним ключом, на самом деле поддерживаются оба. То есть банально для того, чтобы SSD можно было установить в не свой разъем. Например, диски NGFF сейчас в продаже с обоими ключами, а старый только с ключом B уже не производится. Тем не менее, если плата не поддерживает оба варианта, либо хотите использовать через переходник, подключенный к другому разъему, то нужно знать какой SSD у вас на руках и как он должен использоваться. С двумя ключами не значит, что SSD будет работать и в PCI-Express, и в SATA. На самом SSD должно быть отмечено, например, NVMe или SATA 6 Гбит в секунду. Продавцы часто пишут, какой интерфейс подключения SATA или PCI-Express. Один из них будет работать с PCI-Express переходником и не будет работать с SATA переходником, а другой будет работать с SATA и не будет работать с PCI-Express переходником. Еще раз напомню, что ключ M для M.2 PCI-E это 4 контакта с одной стороны и 5 с другой стороны. На меньшей контактной площадке. Ключ B это 6 контактов с одной стороны и 5 с другой, опять же на меньшей части контактной площадки. А если оба ключа, то нужно читать на SSD в каком стандарте он работает. На сайтах продавцы могут писать кроме или вместо ключа M интерфейс подключения PCI-E, а вместо ключа B интерфейс подключения SATA. Запомните, M.2 PCI-E не получится никак подключить в SATA разъем или в USB. Таких переходников не бывает. Также есть переходники и для других интерфейсов. Так для использования с обычным SATA для micro SATA есть такой переходник. Для M SATA такой. ВПЕКТОМИ amplitude. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Переходники скорости не режут, все в границах погрешности, больше зависит от того же SATA, например. Если подключить это все в SATA 2 системной платой, то скорость, естественно, будет ограничена этим стандартом. Кому интересно посмотреть, как работают SSD, которые были в видео, можете сделать это. На часть из них я уже сделал тесты, и это есть на моем канале, а также не за горами будут тесты и остальных. Конечно, я охватил не все типы интерфейсов. Это лишь самые популярные, которые реально прижились. Но существует еще очень много подвидов указанных стандартов, а также отдельных интерфейсов, которые были придуманы компаниями типа Apple или Asus. Для чего они это сделали? Они, конечно, могут сказать, что им супер срочно нужно было так сделать технологически. Но, как я уже излагал свою мысль, никаких причин, кроме как для заработков, не было. Просто нужно было придумать свой интерфейс, чтобы SSD под этот особый разъем продавать дороже на ровном месте. Также нельзя не отметить макбуки, которые развиваются по своему особому пути. Хотя, такую фразу я уже где-то слышал. Короче, жизнь говно, нас разводят, клиент всегда лох. Это ссылки в описании. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях. Постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok